Всем привет, это проект Русская Америка, меня зовут Юрий Моша. Вчера у меня случилось неприятнейшее известие, я получил прям как по Гоголю, и увидел, что канал мой на ютубе был заблокирован. Это произошло вследствие жалоб многочисленных третьих лиц, как написано, на то, что я нарушаю авторские права. Изначально я как бы позиционировал канал как дайджест разных видео про Америку, и я действительно выкладывал на канал не только свои ролики, конечно, там 80% было моих роликов, но, наверное, процентов 20 было роликов, которые я брал с ютуба, которые рассказывали про Америку. Делал это, в принципе, осознанно, понимая риск блокирования канала, но я хотел лишь для этого показать, показать этими роликами полную широту, так сказать, жизни в США. Ну, где, например, я возьму интервью сам, интервью, например, посла США в России, только взяв этот ролик, уже готовый на ютубе. Я же живу в Америке, я не могу взять это интервью у него поехать, да и кто меня к нему пустит. Ну, или там много я выкладывал роликов о лотерее Green Card, как с украинских, так и с российских телеканалов. Ну, так я понимаю, что все-таки я кому-то перешел дорогу. У меня есть подозрение все-таки, что это телеканал НТВ, с которым я сужусь, потому что я думаю, что от них было какое-то официальное письмо на ютуб, и канал заблокировали. У меня действительно были видео с НТВ, была у них такая неплохая программа, как раз называлась она «Пора валить», я там ее разбивал на 5 кусков, и эти 5 кусков выложил к себе на канал, просто специально, что не делаю длинные ролики, потому что люди устают смотреть. Ну, и вот как бы надо было, конечно, наверное, стереть, тогда, когда уже начался конфликт с НТВ, ну, я не стер, вот этим и пострадал. Вчера мой секретарь звонил на ютуб и разговаривал с ними, и они сказали, что они готовы рассмотреть официальное письмо с аргументами, чтобы остановить канал. Канал, как бы, данные из канала не уничтожены, они где-то просто заблокированы, и, в принципе, я думаю, что сегодня мы это письмо отправим туда. Я уже проконсультировался с Аркадием Бухом, он тоже уверен, что они должны разблокировать. Конечно, я уберу все эти видео чужие, но, конечно, пострадает, прежде всего, зритель, потому что он не будет видеть объективную информацию об Америке. Ну, хотя бы хотелось бы, конечно, разблокировать канал, потому что, на самом деле, я расстроен. Да, и вчера был расстроен, и сегодня у меня еще расстройство. Ну, неприятно, конечно. То есть, во-первых, я получил, наверное, очень много, сотни, это точно, сотни звонков и в скайп, и вчера мне даже один парень позвонил с Казахстана, немножко меня развеселил к вечеру, и вот сказал, Юрий, немедленно верните канал, мы хотим смотреть видео. То есть, таким же, что я сам там кнопкой нажимаю, выключаю или включаю. Еще интересную вещь, как бы, обнаружил, ну, во-первых, как бы, спасибо всем клонам, да, то есть, оказалось, что вот клоны вот сейчас меня выручили, то есть, очень многие сейчас перешли и смотрят клоны. Клонов вчера начал считать повторно, при этом вот я же рассказывал, что я на днях буквально посчитал, что порядка 30 клонов, оказывается, их значительно больше 30 клонов, просто есть клоны, которые вообще практически не индексируются, их тяжело найти, ну, а есть и нормально индексирующиеся клоны, и есть клоны, у которых по 400 тысяч просмотров. Ну, и вот люди, которые не видели все мои ролики, таких очень много, они сейчас начали смотреть пока ролики на каналах клонов. Некрасивое слово клоны, ну, вот, хочу сказать спасибо вам клоны, спасибо люди, которые создавали клонирующие каналы, сейчас в данной ситуации, конечно, вы выручили меня. Я также создал срочно, то есть, ролики у меня все, на самом деле, были скачаны, за исключением, по-моему, 5 или 6 роликов не сохранилось, как-то, не знаю почему, но сейчас их помощник, мой уклонов, выискивает, и, как бы, делаем полный архив. Остальные почти 1000 роликов были скачаны, были на хард-диске, и сейчас, опять же, мы заливаем пока альтернативный канал, потому что пока с основными ничего не понятно, альтернативный канал, и статья вышла на блоге GoToSA, livejournal.com, посмотрите, я выложу ее на ВКонтакте, на стенке, и в Фейсбуке у себя на стенке, посмотрите, там описано как раз линк, линк нового канала, потому что это видео сейчас я буду загружать, наверное, на соцсети пока, ну и, конечно, подгружать в этот новый канал, хотя, конечно, я хочу, хочу, чтобы все-таки восстановили тот старый канал, и этот тогда я не буду делать, понятно, что я хочу, чтобы был один канал у меня оригинальный. Так вот, еще что хочу сказать. Вчера проанализировал рынок каналов, стоимости каналов, да, и оказывается, что канал при 2 миллионах, вот как у меня было 2 миллиона просмотров, и при 100 тысячах, фу, при 100 тысячах, при 10 тысячах, при 100, размечтался, при 10 тысячах пользователей может стоить порядка 100 тысяч долларов, то есть вот есть такой специальный, как бы неформальный рынок каналов YouTube, то есть их можно, оказывается, покупать, и их приобретают, продают, ну, понятно, что это американский рынок, и в России такого рынка еще пока нет, ну, то есть, допустим, я могу продать, бы мог этот продать канал кому-то, например, какой-нибудь адвокатской фирме, да, если ты там перестал заниматься там визами и гринкартами, то деятельность, которую я занимаюсь, я взял и продал бы какой-нибудь там другой фирме, там не Аркадию Буху, допустим, а конкурентов, то есть реальная цена, вот как бы при 2 миллионах, есть такой анализ в интернете, стоит порядка 100 тысяч долларов, так что вот интересная тема, поэтому еще те, кто, я думаю, этот рынок разовьется и в России, поэтому можете делать каналы на какие-нибудь интересные темы, да, и потом его всегда можно продать, ну, например, вот тут девочки есть, делают каналы про косметику, да, и там у них есть по 10 миллионов просмотров, почему бы нет, не продать этот канал потом к какому-нибудь Арифлейму, там, и она также будет продолжить делать, то есть уже есть много просмотров, уже есть много подписчиков, и она будет тестировать только косметику Арифлейм, поэтому это интересная тема, на самом деле, ну, понятно, что они должны быть очень защищены, чтобы не попасть в такую ситуацию, как произошло со мной, то есть нужно очень хорошо следить за авторскими правами, и, ну, я авторский прав...